МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Знаете, кто является начальником этой строительной организации? Товарищ Критский. По иронии судьбы, он является еще депутатом нашего района, нашего района ЖБИ. Он вообще-то должен о нас печься". -"Предложение было первоначально таково, что во благо именно жильцов будет построено одноэтажное здание. И с этим условием жильцы дали свое согласие первоначально. Когда возводили одноэтажный дом, построили его, назвали уже торгово-офисный и без всяких, так сказать, ни детских, ни каких-то других иных развлекательных мероприятий. Тут уже не предусматривалось. А сейчас здесь строят, согласно крану, 25-этажный, насколько нам известно, высотный дом. Инсуляция будет перекрыта, люди будут страдать. Перенаселенность у нас и так очень большая. Территориальные участки маленькие. И так. И поэтому будет страдать наши интересы. Поэтому все жильцы, все подписаны. 96 квартир в каждом доме. Около 400 квартир. Посмотрите, с самого начала были заложены лифты. Это очень хорошо видно было с 16-го. Из какого бодуна появились лифтовые шахты в одноэтажном офисном здании. Вот это интересно. Тут сколько метров-то получается? Вот до территории, до их территории, менее 10 метров. Менее 10, то есть вот менее 10 метров. Ну и от этого забора ихнего, это их уже собственность. То есть у нас там меньше 10 метров, это наша собственность. Придомовая территория. Когда я вселялась в 91-м году в этот дом, я несказанно была рада тому обстоятельству, что солнечная сторона. Абсолютно солнечная. А вот с постройкой этого здания, это солнце, этого солнца я лишусь. Ройзман говорил о том, что нет точечной застройки. И он не допустит, будучи мэром Екатеринбурга, точечной застройки в городе. Не прошло и полгода, вот она.